Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Иван Кременецкий как-то уже попадал ко мне в новости, а тут... Это очень круто! Это действительно один из самых крутых ножей за последнее время. Это кинжалоид с очень интересным замком. Иван молодец, красавчик, делает и взрыв схемы своих ножей, и объясняет, как он их делает, и всегда открыт к читателю, почитателю и подписчику. Обязательно на него подпишитесь, потому что действительно крутые идеи. Насколько я вижу, здесь нож весьма близок по идеологии к Покет Бохману, тому самому складному Бушмену от Колд Стилов, но почему-то мне он... Вот он реально изящный. Если Бушмен это действительно какая-то грабля на все случаи жизни, то здесь интеллигентное изделие. И с этой самой яркой оранжевой Микарты, и с полупрозрачной этой Ж-10 тоже очень смотрится нож. Здесь такой же принцип, как и на складном Бушмене. Нужно потянуть за заднюю часть, и тогда нож можно будет сложить. Но здесь само навершие, сама металлическая эта часть, двигается без всяких темляков, петель и всего остального. Слесарка потрясающая идея. Ну вот про обрисы это каждому свое. Кому-то понравится, кому-то не очень. Мне, скажем так, зашло на 9 из 10. Плюс, повторюсь, слесарка абсолютно кинжальная. Конечно, вторая сторона у него не заточенная, потому что, ну не надо, это травматично, это не получится. И вообще это не очень законно. Но изделие красивое, интересное, в нескольких уже, блин, экземплярах, и абсолютно понятное обывателю. На бронзовых шайбах, на этом замечательном замке. И клипса и та присутствует, блин. Плюс ко всему на клинке С-30В, что вполне себе уровень. В любом случае, подпишитесь на этого мастера, листаните на его предыдущие публикации, и там вспомните тот самый нож, который был давным-давно у нас в новостях. Он тоже весьма эксклюзивный и вообще очень классный инновационный мастер. Смотрите, следите, он делает прикольные вещи. Давненько не было у нас ножей с гравировкой. Нашел тут в аккаунте Бористрери еще один нож. Сам Бористрери делает ножи, а на гравировку отдает своим друзьям-соседям. В этот раз это гравировщик Маура Турини, если я правильно его помню. Очень классно, что здесь есть еще небольшой видосик о том, как это действительно вручную все клепается. Полное ощущение, что это на манер скрим-шоу все вообще делается. Слишком мелкие работы. Я иногда стоял за плечом тех, кто вот скрим-шоу делал по кости. Очень похоже по движению. Совершенно вылетело из головы, как назывался фильм, которому посвящена поход делает самая гравировка. Вот это барышня с лошадью с одной стороны и раджа со слонами с другой стороны. Это точно из какого-то фильма, который я смотрел лет 20 назад. Но какой из головы вылетело просто напрочь. Нож при всем, при том весьма такой итальянский, посредственный, проходной, мне не очень зашел. А гравировка на самом бомбическом уровне. И вроде бы и не зашел этот самый сюжет ко мне в Knife News, если бы не еще два предмета у Бористрелли в аккаунте. Это перстни с микартой. Никак в жизни не думал, что я доживу до тех лет, что я увижу серебряный перстень, у которого вместо камня микарта. В одном случае помельче, а в другом случае мешковая вот такая пеньковая микарта. Мне кажется, что это офигеть какой тренд. И, наверное, я бы хотел себе что-нибудь из ювелирки с вот такой эксклюзивной микартой. Безусловно, можно там докидывать каких-то золота, бриллиантов и всего остального, а можно просто в серебре. Да даже в латуни, в патинированной латуни, с микартовой вот такой вставкой перстень будет просто бомба. Просто знайте, что ножевики где-то там до этого тоже додумались. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал, жать клавишу подписаться, она красного цвета, как всегда, и колокольчик для того, чтобы получать оповещение о всех моих свежих видео. И, конечно, подписывайся на меня в соцсетях. Потрясающая ножевая группа vk.com. Самое живое, самое интересное, самое бодрое ножевое общение с живыми людьми. Я тоже постоянно сижу там, отвечаю на ваши вопросы, делаю фотки, делаю видосы. И, как всегда, меня там можно найти для всех оперативных ответов и вопросов. Обязательно подписывайся vk.com. На связи всегда у нас интересно. Очень мне понравились фрикшены от Владислава Волкова. Вот такие, казалось бы, очень простые, но очень взвешенные изделия. Столюка здесь 154CM, по крайней мере, те, которые я видел. И вот очень простое, но очень крутое изделие. Почти варм, как я люблю. Не самый толстый клин, спуски из неба, потрясающие спуски от обухонь. И не самый грубый сатин, и не самый мелкий сатин. Ровно в пимпочку. Стальные лайнеры собираются на эту рукоять тоже. Вот у нас есть спейсер G10, стальные лайнеры с отверстиями. Вот здесь фотка со спины, здесь можно увидеть, что отверстия для облегчения сделаны. И эти же G10 накладки. Цветов много, цвета интересные, яркие, не потеряйте точно. Это фрикшены, без замков, без всяких защёлок. Насколько я подозреваю, абсолютно законные в любой стране мира. Хотя где-то там бывают ограничения по длине клинка. Это один из немногих ножей, которые у меня вызвали эмоцию. Я хотел бы владеть таким ножом. Потому что за последнее время у меня действительно уже ножей такое количество, что чего-то действительно хотеть, во, прикольно, я бы хотел такой. Это редкость. Вот это тот самый случай. Кому-то понравятся вот эти с крупными картами, с такими лунными кратерами. Такой сырный нож. Но на удивление мне вот эта Микарта не зашла. Если бы вдруг выбирать там-там, я бы взял, наверное, салатовый. Потому что салатовых ножей, наверное, у меня нет. В любом случае, ссылку на этого мастера я обязательно дам под этим видео. Там будет ссылка на тему на Гонзу. Ну, как-нибудь разберетесь, как его найти, как заказать и все такое. Надеюсь, что вот это не окончательное количество этих ножей будет действительно огромное количество. Выпущена нормальная партия, потому что они должны заходить на карманы наших соотечественников. Мне очень-очень-очень понравились эти ножи. 300 лет в новостях не было Денниса Муры. Это вот этот замечательный дядька, с которым я познакомился на одном из Хельсинки Найф Шоу. Действительно, добрый ножедел, у которого есть свой замечательный почерк в ножеделе. И в этот раз я зацепился за вот эти квайкены. Интересные, забавные штуки, которые весьма похожи на Харука от NC Custom. Только полноразмерные. У этих ножей абсолютно квайкеновские пропорции. Если у Харука 7 на 7, то здесь 11 на 11. 11 сантиметров рукоять, 11 клинок. Полноразмерная 22 см такая штуковина. Натуральная кожа ската на рукояти, стабилизированный паракорд, насколько я понимаю, на обмотке. И кожаные ножны. Кожаные ножны у него сейчас двух вариантов к этим ножам. Это обычные гладкие и вот такие с тиснением, со всякими карпами, рыбками, селедками. Частенько он делает именно тот формат, на который ушел Харука носить в кармане, носить в сумке без подвесов. Эти замечательные ножны. И по стали Денис Мура на самом деле гуляет вот с низов до верхов, как получится. У этих в описании я нашел 440С. А теперь поговорим о ценах. Нож 440С, не самый широко известный мастер, кожаные ножны и в гладких ножнах такой Квайкен стоит 340 евро. А в ножнах с тиснением с рыбкой 380 евро. Это хороший мастер, это интересный мастер. И если кто-то еще будет бухтеть, что ножи стоят дорого, да, они стоят дорого. Когда их делают немного и живыми руками. Это вам не ЧПУ вкл-выкл на 800 тысяч штук. Это делается в рукопашку. И поэтому это стоит 400Б. Александр Крава из города Львов, Украина. Зацепил меня вот этими небольшими ножами, похожими на изулу. В первую очередь, конечно, я обратил внимание на яркое пятно у меня в ленте. Это прикольный цветной кайдекс и изулоподобный нож со спусками от обуха. Люблю, чтобы от обуха были ножи, чтобы они резали веселее. Потом начал копаться. Смотрю, эти ножи бывают и с вот такими накладками, уже поплотнее, поинтереснее. И вот такие накладки, плюс еще и травление. Вроде такой действительно изуло формат. Может быть на излом, конечно, не изуло, но строгать должна лучше, чем изуло. Хотя, как мы помним из того видоса, это не так уж и просто. Но маленький компактный нож, это всегда интересно и в городе, и за ним. А потом наткнулся у него же на кагимушеподобный нож. Если помните, по-моему, у Кершей или у Каца были ножи, которые назывались кагимуши. Я не помню почему, но именно вот эта форма у меня в голову засела на подсознанку, на подзатылок. Что это будет называться для меня кагимуша. Вот просто на звук отгуглите, поймете, о чем речь. Интересная, клевая форма. Накладки здесь не самым популярным образом, а сажены чуть меньше, чем пластина самого клинка. Да, это фуллтанк. Но обе накладки, они имеют меньшие границы, чем сам контур ножа. И получается такая полоска оголенного металла. Всякие гордые бушкрафтеры мне сейчас скажут, это наминает руку, это пипец ладоням, бубу-жужу. Это все те, кто из дома не выходили. А вот всех остальных я очень прошу написать в комментариях, есть ли у вас такие ножи, с вот такими меньшими, чем сам нож, накладками. И удобно это, интересно ли это, и вообще, что за модели такие этих ножей бывают. Плюс ко всему, у этого же мастера такой же кагимушеподобный нож оказался вот в таком оранжевом варианте и разноуровневом гринде. Гринд сложный, скажем так, не сложный, непростой. Его вынести симметрично, сделать его действительно пригодным для заточки, очень-очень непросто. Плюс, конечно, ярко, красиво, молодежно. Вот, если нас, наконец, выпустят из города хотя бы в лес, с таким ножом я бы вышел точно. Ссылку на мастера обязательно оставлю под этим видео. Надеюсь, уж до нас из Львова отправить не проблема. Странно настораживающий вопрос про Columbia River Seo. Во-первых, действительно странный нож. Маленькая щепочка, у которого, ну, односторонний шпенек. Она действительно маленькая, тонкая, невнятная штуковина. Но ее смели по всему свету. И за океаном, и у нас. Как только он появляется на прилавках, его реально сметают. Что в нем такого магического, не понимаю. Особенно учитывая то, что это стеклонаполненный нейлон, лайнер лок и 8 хром 13 за 40 долларов. Ну, вроде как все в допуске. Но тут на BLED HQ увидел вот этот SEO в черном клинке, в зеленой микарте. Такой хорошей льняной микарте. И написано, что это D2. К сожалению, нигде не написано, где взять, сколько стоит и все остальное. Не знаю, появится на наших широтах у наших российских дилеров этот нож или нет. Но мне уже интересно. Вот это тот момент, когда SEO начинает хотеться купить даже мне. Подождем. Надеюсь, через пару выпусков у меня будут какие-то свежие новости про этот SEO. И я вам расскажу, сколько он стоит, где будет продаваться и самое главное, когда. Довесок сегодня смешной от Beaver Blade Works. Это такой специальный дядя или специальная мастерская, не знаю, сколько их там человек, которые занимаются кастомом именно швейцарских ножей викториноксов. Ставят всякие накладки, делают такой индивидуальный набор, вовнутрь заталкивают и все остальное. Вот это совсем для детишек без колюще-режущих предметов напрочь. С одной стороны двухбатареечный фонарик, с другой стороны увеличительное стекло. Такое для скаутов. Ночью ходить с фонариком, днем что-то выжигать посредством солнечного света. Ссылку на этих Beaver'ов обязательно оставлю под этим видео тоже. Полистайте, посмотрите. Там много потрясающих идей, которые можно реализовать даже у себя дома. Весь аккаунт, весь про викториноксы. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал один из моих любимых Sanremo. Я даже расстроился, я целый месяц, наверное, даже полтора не таскал его на кармане. Увидел коробку, открываю. Вот он, 9008. Задолбал всех друзей, кто у меня подрезал 9008. Это одна из самых прикольных моделей компании Sanremo. Мне этот самый 9008 нравится абсолютно всем. Я его советую всем, кто может себе его позволить. А он даже сейчас стоит очень-очень недорого. Это нудист, это полноразмерный крупный нож. Это нож с предохранителем фрейма. И, правда, очень хорошо сделанный флипер. Мне он нравится абсолютно всем. Хотел бы до чего-то докопаться, за все время так и не нашел. Сколько стоит, какая толщина, какая длина и все остальное по ссылке под этим видео.